Ежегодно в первое воскресенье сентября работники НПЗ отмечают свой профессиональный праздник. В этот раз специально к дню нефтяника было приурочено открытие полностью реконструированного сквера на улице Майорова. Несмотря на проливной дождь и сильный ветер, на торжества пришли жители нефтестроя. Когда выделены были деньги из бюджета города на реконструкцию данного сквера, наш завод активное участие проявил. И немало сил и денежных средств сюда вложили именно в помощь в организации здесь работы. Работа проделана большая. На пешеходных дорожках уложена тротуарная плитка, поставлены скамейки, урны, посажены цветочные клумбы. Разбиты газоны, заменены и установлены дополнительные светильники. Появился бесплатный Wi-Fi, а к концу сентября установят два детских городка. Мы везде писали и просили, чтобы здесь так же был бы парк, как был раньше. Все же сделали. И очень рады. И, конечно, будем поддерживать порядок. Торжества по случаю праздника были продолжены на стадионе Славнефть, где потренироваться с юными футболистами Шинника приехали звезды московского «Спартака» прошлых лет. Александр Ширков, Валерий Кетчинов и Егор Титов. Здесь такое счастье, я уверен, для детишек. Но, конечно, и для нас. Это эмоции новые, потому что наше счастье – это дети. По окончанию мастер-класса для детей состоялся большой футбольный матч. Против сборной завода на поле вышли звезды футбола и российская эстрада, среди которых Николай Трубач, Александр Иванов, Виктор Салтыков, Владимир Пресняков-старший. Ну а комментировал главное событие вечера знаменитый Виктор Гусев. Борьба получилась нешуточная, но в итоге матч закончился результативной ничьей 3-3, после чего все пришедшие болельщики смогли увидеть звезды эстрады уже в привычном для себя виде на праздничном концерте. Ночной рандеук на праздничном концерте. Продолжение следует...